Горы картофеля в степи вблизи Тимиртау обнаружили жители Карагандинской области. Это поле стало местом паломничества сотен людей. Местные жители запасаются впрок корнеплодом и при этом совершенно бесплатно. Как такое возможно, выясняла Людмила Батюшкина. На дороге к поселку Самарканд негде припарковаться, тут десятки машин. Картофельная гора на окраине поселка поражает размерами. Народ собирает оставленные без присмотра клубни в мешки или прямо в багажнике. Все это продолжается уже несколько дней. Видео разлетелось по всей области. Картошка не помещается на склад. В склад не помещается, поэтому здесь ее высыпали, чтобы народ брал. Откуда взялись тонны бесхозного картофеля и почему никто не препятствует мародерству, пояснили в фермерском хозяйстве. Оно находится тут же в поселке Самарканд. Оказалось, что это отходы, которые не подлежат продаже. Получается, что картофель приходит с землей. Земля отсортировывается с мелкой фракции и высыпается каждый год на сторону. Мы не стали препятствовать людям, чтобы заходили, набирали. В каких целях, кто для скота, кто для себя. Другие хозяйства это не дают делать. Она просто гниет и портится. По словам сборщиков, если постараться, то можно найти много целых клубней, годных в употреблении. В результате многие набирают столько картошки, что запасутся на всю зиму. Абсолютно бесплатно. Овощеводы же терпят убытки. В этом году погода сильно подпортила урожай. Первая причина – это то, что был заморозок, 6 градусов. Лежащий сверху картофель был подморожен. Он выбраковывается во время сортировки. Второе, что картофель очень низких репродукций уже туда, за третью репродукцию. Он никакой ценности, семенной материал, он как мелкий, он не представляет. Поэтому его тоже выбраковывают. И нам зимой просто на просто нет смысла заниматься, даже складывать в хранилище. Тем, кому не удалось поживиться или кто не сумел отыскать добротную картошку в куче бесплатной, картофелеводы предлагают отсортированные овощи. Правда, уже платно. Но крупную все равно не дадут. Берегут на складах для зимней реализации. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Будьте в курсе всех важных событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии и забудьте включить колокольчик, чтобы получать новое видео.